Вести объект в эксплуатацию подрядчик обещал еще 2 апреля. Все сроки уже прошли, а в Адлерском многофункциональном центре еще не провели пусконаладочные работы. Общестроительная часть закончена, сейчас сборка мебели и пусконаладка. Такой задержкой сроков Анатолий Пахомов остался недоволен. Причиной нерасторопности руководители подрядной организации назвали проблемы с поставками. Новейшее оборудование заказывали за рубежом. Решили седьмую категорию, это самая современная и последняя сеть, больше нет в Европе. Поэтому и вынуждены были заказывать кабели, и пошла задержка. Анатолий Пахомов поручил заключить с подрядчиком дополнительное соглашение. Документ по примеру тех, что заключались во время олимпийской стройки, уверен глава города, стимулирует подрядчика выполнить все работы в двухнедельный срок. Пишите немедленно с сегодняшнего дня. Если он не выполняет, то каждый день просрочки, штрафные санкции. Мэр потребовал поторопиться, ведь открытия МФЦ ждут тысячи жителей Адлерского района. Вообще МФЦ в Сочи зарекомендовали себя с лучшей стороны. Сегодня они уже есть во всех районах города. МФЦ значительно упростили сочинцам процесс получения услуг. Все необходимые документы здесь можно подать в одном месте, не бегая по ведомствам. Многофункциональные центры, которые работают по принципу одного окна, сочинцы могут обратиться за получением более сотни услуг федеральных, региональных и муниципальных. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.